друзья подписчики всем огромный привет в общем всех еще раз наступающим три дня остается до нового года и совсем небольшое вступление буквально на одну минуту по поводу канала так как мы вступаем новый год естественно люди ожидают каких-то новых изменений нового контента и у меня для вас радостная новость то есть в новом году мой план больше делать кулинарного контента потому что канал уже почти приближается к пяти годам и за все это время контент менялся то у нас было много контента по покупкам потом много контента по металлопоиску по рыбалке по каяку и весь этот контент особо не зашел вот ушел куда-то в небытие потом был небольшой период влогов и в итоге я решил сейчас уже попробовать в следующем году больше упор делать на кулинарии вот сегодня значит друзья ссоре это самое опять заключила карта памяти не знаю что делать рассказывал все карты сейчас в этой камере может быть действительно с ней какая-то проблема вот уже карты реально все фирменные я уже про них много раз рассказывал вот и во всех других камерах как бы с ними проблем нет в общем возвращаясь к нашей ситуации то есть сегодня буду записывать это первое видео по кулинарии потому что катерина на работе у меня свободное время где-то час потом у меня там дела и почему я решил вообще заняться кулинарией потому что реально на ютубе вроде бы как и очень много контента но для себя я вот сколько смотрел я не нашел ни одного нормального канала где действительно можно что-то для себя полезное подчеркнуть или рецепты очень сложные или продукты очень сложно или очень сложный процесс приготовления или люди которые записывать реально не понимают вообще ничего в кулинарии вот я правда тоже не особо специалист ну я по крайней мере ходил долго на кулинарные классы несколько уроков здесь в америке то есть я реально обучался как там работать с продуктами как там нарезать как это сна в общем понимаете простейшие такие вещи но мне как бы нравится готовить я знаю хотя бы основные там основы знаете как мясо жарить какое масло применять вот поэтому я хочу сделать упор не на каких-то там супер рецептов знаете там где 5000 компонентов три часа надо готовить там все измерять по часам я хочу в своей кулинарной серии делать видео именно для простых людей то есть больше для того чтобы из простых продуктов можно было быстро приготовить что-то действительно стоящее и вкусное чтобы не стыдно было знаете даже кого-то угощать такую в общем сегодня мы начнем с одного из самых не популярных продуктов я вам в одном из последних видео показывал очень долгие годы я вообще был от него отдален это печень и одна из причин то что печени я вам говорил в американских магазинах продажи практически нету то есть я не знаю что они с ней делают куда они девают американцы печень не едят нигде не видел ни в ресторанах там какие-то рецепты из печень не чтобы люди покупали эту печень или дома готовили то есть здесь многие люди про нее не знают примеру катерина она за всю жизнь даже ни разу не пробовала она даже не знала какой вкусному печень это когда вот я готовила она попробовала там пару штук сказала что вроде как ну пару кусочков вроде как неплохо но на деле она сказала что ну как если человек всю жизнь уже печень не ела тут и тут он ее начнет есть для нее она горит странный вкус вот то есть просто незнакомая еда и поэтому ну как так она вообще мясо не ест то есть она особо не впечатлилась вот печень я честно говоря тоже не особо любитель его вкуса потому что с ней как бы достаточно много заморочек касательно приготовления то есть не так уж много из нее рецептов и не так уж просто приготовить что-то действительно чтобы было вкусно примеру тоже мясо купил быстро за секунду пожарила и она вкусная печень так не получится вот но у нее есть большие преимущества то есть как бы в печени много содержится питательных веществ и витаминов то есть тут много содержится железо много меди много витаминов а и б и в рыбе печени еще содержится д то есть некоторых странах например печень катрана это деликатес печень ската печень можно готовить в принципе любыми способами можно ее варить можно ее жарить тушить мариновать в общем делать все что угодно можно даже есть сырую печень но я бы не рекомендовал вам этого делать хотя и на youtube есть видео что люди ее едят но в то же самое время очень много отравлений от сырых как бы органов там я не знаю конкретно печенью кто-то отравлялся или нет но много отравлялись почками там сердцами и прочими короче органами животных вот поэтому может быть вы десяток там этих печеней сидите сырых будет все нормально потом как отравитесь что ну я не знаю то есть дело ваше я как бы свои рекомендации не даю потому что я не ел если бы реально я бы здесь съел бы без сомнений только сырые печени морских рыб примеру катрана тунца там ската или что-то такого но не птиц не животных значит сегодня в общем вообще за последние пять лет я говорю я второй раз имею дело с печенью и сегодня у нас попалась вот такая вот свежая печень которая еще не была в заморозке а ну и второй я вам не рассказал преимущество печени это как бы цена то есть это сравнительно дорогая потому что эта печень получается ягненка она grass-fed то есть выращенная на ранче с и вскормленная травой то есть это она дороже обычной печени ну в два раза наверное потому что одно дело когда понимаете эти животные там в стойле где-то и питаются какими-то химическими кормами другое дело когда они живут на ферме и их кормят травой от этого цена и зависит но обычная печень она стоит там доллар два за паунд то есть учитывая плюсы и минусы конечно цена приближается к мясу но с учетом того что это как бы все-таки печени тут витамины я думаю что вариант для рассмотрения неплохой я не знаю почему в америке она не популярна может быть как раз таки причиной тому цена это что с ней много заморочек так как американцы и так мало готовят единственное что они там могут изготовить это нам стейки пожарить бургеры пожарить то есть купить уже что-то готовое что не надо там заморачиваться там положил на сковородку хоть стейк хоть бургер я думаю но это не любой американец пожарит вот но большинство как бы они могут с этим справиться сделать бургер сделать сэндвич такое с печенью никто не будет морочиться тем более если ее цена будет такая же как у мяса но в обычных магазинах мгра это вообще супер редкость то есть я ее видел вот почему я недавно купил это я первый раз увидел он за последние пять лет в обычном супермаркете а в азиатском то есть который рассчитан на китайцев вьетнамцев тайцев там японцев в общем все на всех азиатов у них там постоянно есть любая печень ну постоянно там есть свиная и постоянно там есть ну свиная постоянно но там время от времени ну как почти постоянно там есть говяжья и куриная а вот такую ягненка я вижу первый раз я ее никогда вообще не готовил никогда не ел поэтому это будет кулинарное видео но в то же самое время эксперимент значит я вам говорил также шуя никакие рецепты не применяю то есть я всегда применяю только свои собственные рецепты которые я или изобрел или пришли ко мне из прошлого и эту печень я буду готовить по стандартному рецепту который наиболее широко применялся в советское время для всех видов печени для куриной свиной и говяжий вот то есть самый простой рецепт конечно если бы я сейчас готовил хотел что-то замудренно я бы добавил еще несколько компонентов изменил бы чуть-чуть технологию но так как я готовлю стандартный рецепт я здесь ничего умудрить не буду и основной ключевой момент в сложности приготовления печени в чем что она сама по себе и так не особо вкусно но когда вы ее переготавливаете пережариваете она становится еще и твердая и то есть сами понимаете если печень вкусная не твердая может быть поэтому многие люди ее и не едят потому что не умеют готовить в общем главный основной секрет в том чтобы ее сготовить и оставить ее мягкой вот и в этом вся проблема потому что если вы ее просто будете жарить когда она достигнет готовности она уже будет реально очень твердая и невкусная то есть она уже будет практически несъедобная можно ее выбрать если вы доготовить ее до того момента когда она будет мягкая то внутри она будет сырая поэтому сегодня рецепт будет применяться обжарка и потом тушение в общем я вам все это по порядку расскажу значит печень пока мы откладываем но вообще она у меня всегда лежит в холодильнике это как я вам говорю не бывшая в заморозке поэтому ее есть сырую еще опаснее потому что заморозка она также также длительная может убивать там всякие вот эти там стрептококки или я не знаю что там люди боятся в этих сырых продуктах но чего-то бояться поэтому сырой еще нам мог свежий которая не замораживалась еще намного больше шансов что какие-то эти есть бактерии вот поэтому я ее храню в холодильнике буквально один-два дня не больше если я уже не готовлю то замораживаю вот но это я вам просто говорю к тому что с мясными продуктами надо я вам уже говорил обращаться осторожно резать их на отдельной доске всегда следить за свежестью и хранить всегда при температуре даже если там вы хотите на час оставить вот так вот не оставлять его то есть у меня буквально на пять минут поэтому я тут кладу но так я бы не клал положил бы обратно в холодильник вот значит сразу из продукта то есть как я вам говорю если бы это был другой рецепт я бы использовал еще морковь чеснок и прочее но мы будем использовать для стандартного рецепта только лук значит здесь у нас печени получается так очень мало полпаунда то есть это 200 грамм луковица наверно даже весит больше поэтому ну можно целую кинуть я покинул целую если бы для себя готовил но так как это для видео то возьмем по луковицы я думаю что хватит для эксперимента ее кольцами можно даже полукольцами ну зависимости от размера лука если бы луковица было поменьше можно было бы даже целыми кольцами а так я нарезаю полукольцами вот такого размера вот это вот самая первая слой лука который идет после чешуи его можно вообще выбрасывать но так как я как это не в ресторане готов я просто не хочу продукты переводить в общем лук нарезан в общем следующим этапом будем производить нарезку печени я вам говорил я использую всегда другую доску для мясных продуктов или рыбных и другой нож так я не могу при мне как в кадр попасть в общем сразу надо просмотреть там всякие пленки и сосуды жилы и прочее все это удалить но здесь я особо как бы ничего не вижу здесь есть он какие-то вот эти вот сосуды там но я не буду с ними заморачиваться тоже то есть если вы хотите готовить супер качественно то можете их удалять но я не вижу смысла она съедобная это вот это сейчас ковырять все мясо вырезать то же самое пленки люди снимают я ничего этого делать не вижу смысла мыть как бы печень тоже смысла не вижу потому что если там есть какая-то зараза вы его водой все равно не смойте при термообработке все уничтожится если там никакой заразы нет зачем мы как домыть напрасно в общем вот это впитывать в нее воду и в общем разводить вот эту всю грязь в общем нарезаем тонкими вот такими вот полосками но не особо тонкими но в то же время не толстыми то есть где-то по от пяти миллиметров до сантиметра но надо стараться всех делать одной толщины чтобы чтобы они все 1 равномерно прожаривались а не было так что сыры но от этого и время приготовления зависит то есть сами понимаете порежете тоньше изготовиться быстрее но толстые куски всегда естественно вкуснее но их и дольше придется готовить то есть я получается делаю ну еще тоньше чем эти делать не стоит можно только толще все знаешь нарезка закончена лука и печени и теперь приступим к жарке для жарки я использую чугунную сковородку но я вам уже говорил что я использую вообще в основном только чугунную посуду и керамическую я не пользуюсь там всякими вот этими новомодными антипригарными в общем пока она сейчас нагревается про масло тоже отдельный разговор то есть сколько людей столько и мнений естественно можно использовать подсолнечное масло можно рафинированное оливковое использовать можно использовать кукурузная и в общем то я бы его использовал моё как самое любимое для жарки это кукурузная потому что она дает вкус но именно вкусный но и в то же время как она и не горит ну то есть полностью нормальное масло и вроде она не очень вредная но в этот раз я наверное использую органическое кокосовое вот в она по свойствам намного конечно лучше хоть подсолнечного хоть кукурузного хоть оливкового то есть для жарки она вообще идеально плюс она практически не дает никаких абсолютно посторонних вкусов единственное у него недостаток она как бы ну не дешево стоит то есть я не помню конкретно какая цена ну что-то одна банка около пяти долларов в общем то его кстати надо очень мало она вообще не горит вот если такого количества я думаю хватит на весь наш процесс значит масло растапливается нагревается все делается очень быстро потому что мы используем газ и чугунную сковородку и в принципе можно уже забрасывать по тоже по разным рецептам надо сначала бросать печенку и обжаривать по своему рецепту я думаю можно бросать все вместе поэтому мы бросили лук и тут же сразу кинули печень так ну вот видите смотрите она уже вот стала вот такая вот видите поминала свой цвет и нам надо чтобы они все стали такие но в то же время не надо их сильно зажаривать я вам говорил что часть нашего рецепта будет жарко и часть будет тушена для тушения стандартном рецепте то есть так же как это применялось советское время мы будем использовать сметану абсолютно любую сметану можно использовать в поминации это время обычной сметаны сейчас в наличии нету то есть обычно у меня есть но сейчас нету у меня есть вот такая мексиканская то есть по сути дела это та же сметана только более соленая вот она такая вот достаточно видите густая густая поэтому я ее чуть разбавлю водой сметаны ну я не знаю пару три ложки вот так вот кинем и сюда налью сейчас воду фильтрованную еще раз перемешиваем когда записываешь видео сильно нервничаешь видите и я слишком сильно мешал и слух разлетается вот все стороны в общем вот это вот сейчас идеальное состояние для залива залива сметаны потому что видите печень она еще не не коричневая а такая светлая когда она станет коричневая она уже все будет несъедобно она будет плотно сейчас она видите она еще вся покрыта кровью и она еще такая светлая поэтому я заливаю сметану соль можно было бы добавить но так как и не использую как я вам говорил здесь больше соли чем обычной сметане я добавлю перец черный перец но здесь место на что с какими-то ну не важно то есть вот добавляем чуть-чуть перца молотого и заливаем все это сметаной по количеству это нормально то есть не смотрите что она прямо не плавает в ней это будет идеал то есть вот пошел процесс тушения вот и я делаю огонь на самый маленький но потому что у меня здесь чугун и газ если у вас там к примеру электричество и какие-то другие сковородки которые похуже держат тепло вам может быть не самый маленький нужен атом не знаю там на двойку на тройку надо то есть у меня грубо говоря он уже стоит на единице я закрываю это крышкой на ну вообще 10 минут должно быть достаточно она сейчас буквально просто сметана еще холодная буквально через минуту она сейчас начнет кипеть и буквально ждем где-то ну от 10 до 20 минут вот в общем друзья прошло ровно 10 минут вот смотрите что у нас получается в общем я отключаю и сейчас покажу вам как мы будем это все сервировать в общем печенку по сути дела можно есть с чем уходно там с рисом с картошкой с вермишелью с какими-то кашами мое самое любимое это есть июль с гречкой если кто-то слышал такой звук это у меня в рисоварке варилась гречка сейчас я положу сюда пару ложек вот так вот она выглядит с поближе покажу с пылу с жару так теперь кладем печенку собственно саму ну вот как видите из такого куска 200 грамм получилось нормальная порция двух человек я думаю было бы вполне достаточно кладем так теперь из дополнительных компонентов ну можно еще дополнительно сготовить салат ну так как у меня времени нет этим заниматься я просто положу пару кусочков помидор вот так вот несколько кусочков сельдерей по моему это называется такая вот пару кусочков лайма вот так вот и немного добавлю оливкового масла вот сюда на гречку и на помидоры вот немного добавлю соевого соуса вот так вот и естественно все посыпаем петрушкой я использую итальянскую органическую петрушку но можно использовать и какую-то другую кучерявую петрушку или там не знаю какую-то может быть даже может быть какую-то другую зелень там укроп может быть тоже подойдет но мне больше именно для печени и гречки нравится петрушка в общем друзья вот что у нас в итоге сегодня получается правда не знаю видно что-то или нет потому что у меня экрана нету она управа находится сзади конечно в обычных видео когда катерина будет дома мой план в конце видео как бы испытывать на ней эти блюда ну не потому что я не хочу испытывать для экспериментов а для того просто что какой-то получается другой человек попробовал не тот же который который готовит вот в общем я сейчас сниму пробу и очень просто мягко просто тает во рту однозначно вкус отличается от говяжьей такая просто вообще вкусно обалдеть я не могу друзья ждать зори из перспективы то что касается печенки рецепт рецепт с которым я вообще никогда не имел дел я хочу попробовать поискать рецепты паштетов как бы поработать с ними то есть из нескольких собрать один какой-то оптимальный добавить туда какие-то свои модификации я хочу поэкспериментировать именно то что касается печенки да вот этого то здесь как я вам говорю не особо много куда разгуляться кроме этого рецепта практически больше ничего нету всякие там модификации там просто в пляре там с чесноком то все а вот именно то что касается паштета там очень большое поле для экспериментов и печеночный паштет это кстати очень известное и популярное блюдо которое я думаю должно просто готовиться в общем это у меня на будущее план не прямо там через неделю может быть следующем году когда у меня будет время и когда у меня будет сырье может быть я тогда соберусь и сниму еще рецепт печеночного паштета ну или если кто знает какие-то еще рецепты из печенки и в том числе и паштетов или какие-то усовершенствования для моего рецепта пишите в комментариях в общем всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь вступайте в группы в инстаграм и в контакте всех еще раз наступающими праздниками пока пока это благоволит к вам господь